Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Дворим. Первая глава новой книги, книги Дворим. И мы сегодня посмотрим комментарии Рамбана на некоторые отрывки нашей недельной главы и объяснение, которое собрал Равцвий Патлас в своем издании Хумаша. И вот в этом, в большом с комментариями Рамбана. И Рамбан, мы помним, это Мошер Рабин Ахман, умер в 1270 году. Один из величайших авторитетов Галахии, комитета Рафтанаха, Талмуда, каббалист. Так вот сказано в нашей недельной главе. И авиейцев, которые жили в поселениях Дуазы, истребили Кавторим, вышедшие из Кавторы и поселились вместо них. И делает для нас, Рамбан, чуть понятными слова нашего пасука. И авиейцев, живших в поселениях Дуазы, в необнесенных стенами поселениях, расположенных Дуазы, где проходил рубеж земли Кнаан, их истребили Кавторев, вышедшие из Кавтора и поселились вместо них. Но все равно нам стало не легче. Поэтому Рамбан, дальше мы посмотрим, занимается интересным анализом того, как сказанное вот здесь, в нашей недельной главе, о народах, населяющих в то время землю Кнаан, сочетается с обещанием, данным Богом нашему отцу Аврааму в книге Берешит, как оказались плещим полицейцы на земле Кнаан, и вообще, почему мы не знали полицинцев еще тогда. И так вот, объясняет Рамбан, что хотя Кавторим являются потонками Мицраима и не относятся к народам, чьи земли Дароном Авраамом, тем не менее, это их владение принадлежит сынам Израиля, поскольку Кавторим завоевали его у Кнаанцев. И поэтому в владении плещим филистимлян также написано еще в книге Берешит, «Тебе и потомству твоему дам я все эти земли». Ведь сначала эта земля принадлежала к нанейцам. И первый вопрос, который мы далее дадим ответ, это «При чем здесь к нанейцы?» Когда написано «Кавторим» истребили авиейцев. И тогда почему Рамбан вспоминает отрывки истории, касающиеся плещим? Где у нас вообще здесь в нашем пасуке плещим?» Объясняет Равцей Патлас, что здесь и далее Рамбан исходит из того, что плещим филистимляне и Кавторим составляли единый народ. Собирательным именем Плещим называют в Торе народы моря, населявшие побережье Греции, Малой Азии, Восточного Средиземного моря. И Средиземное море так и называли по имени Плещим Ям. Море Плещим, как написано в книге Шмот в главе Мешпатим. «И положу твой предел от моря Сув и до моря Плещим, от пустыни и до реки, и отдам в руки ваших обитателей земли, изгоняющих от себя». А Плещит в современном написании Палестина, это область на юго-западе Кнаана, где расселились филистимляне. Много веков спустя римляне, желавшие уничтожить память об евреях, назвали всю покоренную им землю Израиля Палестиной, то есть землей филистимлян. Хотя на протяжении веков филистимляне властвовали лишь над узкой полоской земли вдоль моря, а не над сердцем страны Иудеи и Самарии. И продолжает Рамбан, что «мне видится, что авийцы, авиим, это тот же народ, что и хивиим. В разных источниках встречаются на армейском языке хивья, а называют ивья». Но почему Рамбан так заморачивается на этом названии? Потому что дальше он пишет, что в следующей главе Вайтханан Машер Абейну перечисляет семь народов земли, которых сыны Израиля должны были унаследовать. И сказано, когда приведет тебя Бог Всесильный твой в страну, в которую вступаешь, чтобы овладеть ею, то изгонит он многие народы перед тобой, хетов и гергашей, и эморейцев, и канонейцев, и призеев, и хивеев, и ивусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И тут написано хивеев, то есть хивеи, а в нашем полке авиеи. То есть Рамбан показывает, что это один и тот же народ. И в своем комментарии в книге Береши, Рамбан разъясняет, что про отцу Враму были переданы земли десяти племен, происходящих от Кнаана, все потомство которого было проклято в рабство. И знай же, пишет Рамбан далее в другом месте, что вся земля Кнаан в своих границах с самого начала была предназначена всевышленным для народа Израиля, но во времена расселения народов он отдал ее на хранение Кнаану. Подобно тому, как рабу отдает на хранение имущество сына его господина до тех пор, пока сам сын не вырастет и не вступит во владение как имуществом, так и самим рабом. Но все наши наставники говорят, что сыны Израиля никогда не завоевывали земли еще трех народов Кенеев, Князеев и Кадманеев, но владеют ими лишь в будущем. И об этом сказано в книге Берешит в главе Вайра, когда расширит Бог всесильные твои границы, как поклялся он отцам твоим и даст тебе всю страну, которую обещал дать отцам твоим. И действительно, нигде не упомянуто, что в дни Иешуа они завоевали земли этих трех народов. А здесь, в нашей неделе на главе, рассказывается, что Кавторим, вышедшие из Кавтора, завоевали часть земли именно одного из народов, из этих семи народов, Хивеев, то есть ту часть, которая была и осталась разрешена для евреев. И мне видится, продолжает Рамбан, что Плештим, филистимляне, и Кавторим были единым народом. И ведь у пророка Ирмиягу сказано, разоряет Бог филистимлян остаток народа с острова Кавтор. И они-то эти Кавторим, они же Плештим, истребили одно из канонейских племен, овейцев, живших в поселениях Догазы, как говорит наш посылка, и расселились вместо них в Газе Ашкелоне, Ашдоде, Гате и Кроне, в земле, входящей в рубежи Кна. Поделив ее там на пять этих княжеств, и все эти княжества вместе назывались Плешет, Палестина. И этот народ тоже стал называться Плештим, филистимляне. А овейцам осталась лишь небольшая часть их земли, как упомянуто в книге, далее в книге Ишу. И вот филистимляне стали обладателем зели Кнаан, и поэтому у пророка Цфани говорится, слово Бога над вами, Кнаан, земля филистимлян, истреблю тебя, а не станет у тебя жителей. Но сыны Израиля не изголяли истребляли филистимлян, пока не истек срок клятвы, которую дал Авраам, царю Авимелыху. А именно до того, как в стране Авимелыха не миновало три поколения филистимлян. Ведь сказано в Торе, что Авимелых взял с Авраама клятву не воевать с его детьми, не с внуками, но когда срок клятвы истек, колено Иуды покорило основные центры филистимлян, Газус с окрестностями, Ашкелон с его окрестностями, Мои Крон с его окрестностями. Это написано в книге Шофтим. А затем филистимляне были окончательно разгромлены войском царя Давида в битве при Авимелых к Рафаиме. Но локальные столкновения с ними происходили еще позднее, и об них рассказывает пророк Ишая. И вот объяснил нам здесь Рамбан, что говорит нам отрывок в нашей недельной главе о том, что палестинцы, они же Кавторим, выгнали один из семи народов, населяющих в землю, которую Бог дал им во временное пользование. И еще раз их перечислим. Это хетов, гергишей, аморейцев, кнанейцев, призеевы, хивеевы и ивусеев. А палестинцев не трогали, пока не закончилась клятва Авраама царю Авимелыху. Но вот земли еще трех народов, кнеев, князеев и кадманеев, Бог отдаст нам только в будущем, после того, как говорится в нашей главе, «Очень остерегайся, не провоцируйте ей дом, ибо я не дам вам их земли». Более того, говорится в нашей главе, «Но народу повели так, вы проходите у границ ваших братьев, сынов и сава, живущих на Сеире, и они будут вас бояться, но вы будете очень осторожны, не задевайте их, ибо не дам вам их земли». Согласно Каббале, семь княнейских племен, о которых шла речь выше, соответствуют на духовном уровне семи эмоциональным силам души. Хесед, Гвура, Рахамим, Нецах, Оды, Соды, Малхут. А народы от дома Амона-Муава – это те же три народа, живших вплотную к земле Кнаан, но вне ее, за рекой Иордан, соответствуют трем атрибутам интеллекта – хохма, бина, ведаат. Святой земли нашими прадцами является прообразом нашего духовного завоевания мира, начало которого и есть овладение своей природой, натурой, ецером и ее возвышением. Повеление Всевышнего завоевать земли семи народов и не прикасаться к трем остальным означает, что до наступления мессианской эры мы в состоянии очистить лишь наши чувства, но не интеллект. Мы можем использовать даже нас разум, чтобы научить свою человеческую природу тому, что нужно полюбить, а что следует ненавидеть, но инструментом воздействия на сам интеллект у нас нет, поскольку он управляется наиболее скрытыми аспектами нашей личности, находящимся далеко за пределами нашего сознания. И средства для задействования этих уровней нам пока не вполне доступны. Тем не менее, на постуках эпохи Машеха, в которой мы сейчас находимся, когда ее первые проблески становятся видны, как пишет Балшемтов, мы можем прикоснуться к будущему, чуть-чуть касаясь изучения кабалы, поскольку это учение, раскрывающее сокровенную мудрость Торы. Оно затрагивает высшие аспекты нашей души. Поэтому, изучая его, мы на самом деле в состоянии начать процесс очищения нашего разума. И это и есть подготовка себя к завоеванию трех оставшихся народов за рекой Ярда. На более простом уровне можно объяснить, что сейчас мы все острее ощущаем, что нам для соблюдения недостаточно изучать сухой закон и разбираться, что и как. Нам важно понять, зачем и почему. Это мотивирует и поддерживает наше исполнение заповедей. Но настоящее познание скрытой части Торы и полное открытие истины придет к нам после прихода Машеха. И вот уже скоро Всевышний добьется и все-таки соберет всех сопротивляющихся, в том числе именно сейчас, в данный момент. Он соберет всех в земле Израиля и будет отстроен храм. И мы завоюем землю трех народов за Иорданом. И откроется нам истина. Да случится это в скорости в наши дни. И каждый решает для себя, быть ли ему в мейнстриме еврейского народа или пасти задних с риском вообще пролететь мимо всего. И поэтому браха всем и от слаха, благословения и успеха. Оставимся и дальше в поисках смысла.